И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат-аккаунту, и сегодня у нас есть очень знаменательная вещь, буквально пару дней назад у нас вышел видеоролик, который был связан с окончанием нашей мини-игры, в котором я хотел пройти до вас по смоке Легаси, но к сожалению мы ее вместе с вами не получили, и уже на том видосе я сказал, что у нас есть один знаменательный момент, которому мы точно посвятим хотя бы один видеоролик, и это так у нас он настал. Мы наконец-таки подняли 4 девятки ГСа, для этого мне понадобилось достичь целой четвертой легенде, и наконец-таки у нас на бездонат-аккаунте есть один фуловый дрон, и это не Брут, а именно Бустер, то есть это уже дрон, который более такой стоящий. 4 резиста фуловых, корпус фул, ну и понятное дело, что устройства на вооружение, которые дополнительно дают ГС очку. Минимальная цель на этом аккаунте выполнена, если у нас изначально была цель дойти от новобранца до легенды без доната, потом я себе преобразовал эту цель до 4 девяток, именно 9999 ГС, эта цель наконец-таки реализована, и теперь мы будем уже двигаться дальше. Я уже начал прокачку новых вооружений, также приобрел 2 челленджа, которые у нас были подряд. Первый челлендж это челлендж, в котором мы забрали Жигу Эми, и Жига у нас к слову уже МК-7, если вдруг кто не знает. Именно эта пушка будет вторая фуловая прокаченная у нас, также мы ее ставим на прокачку, потому что уже прокачка завершилась. Фреза МК-7 мы сделаем на ближайших скидочках, ну и как только мы дойдем в этом челлендже до 2400 звезд, мы получим еще и фреза с подавой. Это будет еще одно новое устройство, донатное, на нашем без донат аккаунте, который челлендж я уже приобрел. Может быть будет возможность приобрести еще один челлендж, если там будет какое-то интересное устройство. То есть я чисто качаю пушки на те, на которых у нас появляются интересные донатные устройства, либо я которые выбиваю с контейнеров, либо которые я получаю непосредственно за прохождение челленджа и за покупку боевого пропуска. Поэтому первые 2 пушки, которые у нас будут прокачаны, это Жига, которая уже МК-7 на 8 шагов качанная, на 9 качается. Также покупается фриз, также по корпусу я пока что ничего не хочу брать. Я считаю, что диктатор в супер мете, прям в супер мете. И смысла приобретать какой-то еще один корпус, ну как по мне нету, вообще абсолютно никакого. Да, то есть диктатор супер жесткий, 10 секунд критов, за каждую разрачу овердрайва 20 очков опыта. Я считаю, что это бомба, просто бомбочка. По дронам, дрон у нас уже один фуловый есть из разряда дорогих, это дрон бустер. Для дикострайкера он идеально подходит и я не считаю, что он будет работать еще на большом количестве вооружений. То есть это, грубо говоря, был дрон чисто под дикострайкера. Я ни о чем не жалею, я считаю, что это супер бомбовый дрон для этой комбинации. И он будет, наверное, и дальше полезен и будет работать именно с этой комбой. Я начал прокачку ловкача. Ловкач у меня уже на 5 шагов качанный. И потихонечку, потихонечку мы сделаем этот дрон тоже фул. То есть у нас будет еще один, это будет уже третий фуловый дрон на этом аккаунте. Если считать брута. Ну и по резистам. 4 реза у нас фуловый, это резист от Фреза, от Теслы, от Страйкера и от Шафта. И я уже приобрел себе пятый резист и прокачиваю его. Это резист от Рикошета. Рикошет стал сейчас довольно метовой пушкой, которую используют очень часто в матчмейкинге. И мы с ребятами на одном из стримов решили, что его надо тоже приобрести и прокачать. То есть я из покупок пока что новое купил, что Фреза, рез от Рикошета и ловкача. И все эти три предмета на пушку, на резист и на дрончик мы прокачиваем. Плюс будет еще одна новая покупка в виде Фреза. Это так, если быстро поделиться всем тем, что у нас поменялось на аккаунте, пока не выходили видеоролики, пока я прокачивался. Аккаунт забрасывать ни в коем случае я не буду, потому что многие ребята до сих пор заходят на стримы, в видосах пишут, что без доната очень сложно, ничего не получается. Этот аккаунт будет полноценным примером, как без доната можно качаться и ни в чем себе не отказывать. Тем более, что я прокачиваюсь, грубо говоря, на заданках. То есть на ежедневках, на недельках, ну и на супермиссиях, которые можно выполнить на моем вооружении. В последнее время, благо, это стало чаще намного реализуемо, потому что не всовывают заданки в супермиссии, по типу набить на определенных пушках, на определенных корпусах. Поэтому у меня есть возможность выполнить их и получить дополнительные контейнеры. Главный фарм, это, безусловно, контейнер, не было бы контов, я бы не мог иметь такое большое количество кристаллов. И наша бы прокачка на этом аккаунте была бы намного-намного дольше и намного-намного, ну можно сказать, хуже. То есть я бы точно до такой легенды не смог бы себе иметь фуловую полностью комбинацию. Ну и давайте выполним одну заданку, у меня тут есть заданки на захват флага, есть просто кристаллы заработать и есть захватить точки. Давайте мы попробуем как раз-таки на этот видеоролик выполнить одну из заданок и пусть это будет контроль точек, дабы закрепить этот аккаунт. И дабы вы в комментариях тоже написали, что бы вы хотели бы увидеть на этом аккаунте в будущем. То есть у нас уже как минимум будет две пушки, это фриз и жига, прокачиваться будет, прокачиваться лапкач. Возможно вы предложите в комментариях корпус под эти комбинации, возможно есть у вас какие-то мысли по этому поводу, и вы какой-то уже интересный корпусик готовы увидеть в целом. То есть если у вас есть что-то подобное в голове, то обязательно напишите в комментариях. Ну а я постараюсь сейчас выполнить нашу заданку захватить 7 точек, ну и плюс ко всему прочему постараемся выиграть этот бой. Карта очень хорошая для Дикострайкера, одна из моих самых любимых карт для этого вооружения, поэтому я постараюсь сейчас и захватить точки, и поконтролить позицию. Центральная точка у нас пока что не захватывается, соответственно давайте выдвинемся на неё и постараемся её вместе с вами забрать. Там где-то противник за стеночкой стоит, благо он под меня не открывается, соответственно я могу вправо сейчас сместиться, и попробовать если что захватить эту точку, если бы противник её отхватил бы, но он её, к сожалению, не отхватывает. Также, ребят, я начал стараться в матчмейкинге на Дикострайкере играть больше на УПшку, потому что у нас появилась очень интересная тема с максимальным УП в боях, может быть даже в этом бою постараться попробовать УПшку набить, хотя нет у меня такой определенной цели, лучше бы я бы заданку выполнил с захватом точек. И, ну, такое микро-челлендж соревнование, которое организовал Миша, я тоже заинтересовался этим, может быть что-то ещё подобное мы тоже выпустим в ближайшее время. Я, в принципе, передал уже Мише эстафеточку, чтобы он там тоже накелял, посмотрим что у него получится, быть может мне надо будет тоже стараться уже побить те цифры, которые мне удалось набить. Я там вроде как набил около 65, если я не ошибаюсь, килов. Ну, Дикострайкер для этого предрасположен, и я считаю, что на нём очень комфортно, можно набивать большое количество килов в боях, поэтому на дистанции я думаю, что мы сможем даже те цифры, которые я тогда набил, и даже перебить. Если перебьём, будет супер круто, конечно же. Так, ну и пока что у нас тоже в этой катке идёт всё довольно-таки неплохо. К сожалению, конечно, точки мы тут особо не захватываем, я захватил вроде как две точки. На вражескую базу за захватом, наверное, я не поеду. Поэтому просто постоим, побуцкаем, постреляем, покайфарим. Это аккаунт, можно сказать, такой, больше для души. То есть я прокачал изначально то вооружение, на котором мне нужно было побольше тренироваться, потому что это вооружение я использовал в турнирчиках, и создавался аккаунт вроде как после выигрыша третьего сезона, но в четвёртом сезоне, когда у нас был, ну можно сказать, межклановый чемпионат, его кто-то называет четвёртым сезоном, но я считаю, что это межклановый чемпионат, я также прокачивал этот аккаунт и имел возможность дополнительной тренировки на этом акке. То есть это я тоже считаю, что очень хорошая вещь, когда у тебя есть аккаунт с таким вооружением, которое ты используешь в официальных играх, и на постоянной основе ты имеешь дополнительную практику на вооружении. Это тоже очень и очень круто. Ну а по катке что тут говорить? Противник какого-то слабого закинуло. Думал посильнее будет что-нибудь, может быть здесь бы и побольше циферочки бы у нас бы могли залететь. А так, конечно, тоже пока что без смертей, но не такой прям жёстко большой результатик мы имеем. Ну и вряд ли он здесь будет, потому что всё пахнет быстрой досрочной очкой. Но вообще карта для набития киллов, для УП очень хорошо на Дикострайкере подходит. Мне она безумно нравится. Одна из, как я уже сказал, моих самых любимых карт, на которой мне вообще очень комфортно играть, прям супер комфортно. Я не знаю, как вы относитесь к этой карте, но в ЦП она мне очень сильно нравится. В ВЦТФе тяжело, не очень круто, не очень комфортно, а вот в ЦПшечке прям супер, супер круто работает. 41 точку мы уже захватили. 30 киллов за 5 минут, то есть в теории я мог вообще в этой катке 90 киллов набить, ЦП у нас бы, она бы просто не заканчивалась. Хороший результат. Ой, противник точки начинает захватывать. Это хорошо, это хорошо. Может быть тогда и заданку удастся нам выполнить. Главное спрыгнуть на точку тогда, когда у нас тут противник сильно не запушит, а то сливаться с таким УП в этом бою мне, честно говоря, не хотелось бы. Здесь бы хотелось бы сохранить эти хорошие контентовые циферочки. Так, точку захватили. Давайте на откатик. И стараемся там уничтожить тех ребят, которые открываются у нас под прострельчик. Здесь за счет вот этого верхнего подъемчика, за счет дистанционки, очень большое количество урона на постоянной основе можно наносить. И очень эффективно работать. Шафт там, конечно, занимает очень неприятную такую позицию. Плюс у меня ДАшечка на кулдаун ушла. Давайте попытаемся здесь не слиться. Сейчас у меня ДАшка появляется. ДДшка тоже будет. ДДшечка, ДДшечка. Хорошо, птичку прожимаем. Будет овердрайв. И будет хантер, который пытается запушить. Диктатор овердрайв прожмет. Хорош, красавчик. Под шафта пикать не хочу. Не хочу, не буду. Попробую стрельнуть чуть дальше. Прожму овердрайв. Даже не успел это сделать. Вот такая досрочка у нас получилась. И 40 килов тоже успел набить. Неплохо, неплохо, неплохо. Как-то так, друзья. Как-то так. Именно этой новостью я вместе с вами хотел сегодня поделиться. Мы движемся дальше. Мы движемся дальше. Мы будем качать. Следите за этим аккаунтом. Если вам это все интересно. И вы хотите видеть больше видеороликов с этим аккаунтом. Поддержите видос лайком. Давайте наберем двухсоточку. И я постараюсь в ближайшее время записать еще как минимум один видос. Видос по нашему бездонат аккаунту. За исключением открытия контейнеров. Потому что открытий контейнеров у нас очень много с этим аккаунтом выходит. А вот именно игровых видосов с этим аккаунтом довольно-таки мало. Поэтому поддержите видос лайком. Двухсоточку наберем. Быстро видос запишем. Также не забывайте подписываться на канал. Нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывать про тег создателя контента. Который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег это тег TeamP. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше по тегу на миллион кристаллов и на 20 тысяч тонкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Поэтому переходите, читайте. И участвуйте. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.